Я уверен, в России, несмотря на текущие трудности, нет бесперспективных регионов. У каждого свои особенности, свои конкурентные преимущества. Природные, отраслевые, ресурсные, трудовые, на которых можно и нужно зарабатывать, сказал Дмитрий Медведев на российском инвестиционном форуме в Сочи. 27 февраля глава Кабмина открыл пленарное заседание инвестиций в регионы России, приоритеты региональной политики. Подробности и детали сегодня в программе. Это Первое правительство, я Наталья Пехтерева. Здравствуйте. Сочи 2017. Первые масштабные мероприятия проводятся зимой в работе форума, который теперь называется «Российский инвестиционный». Принимали участие 4000 человек. Делегацию Орловской области возглавил губернатор Вадим Потомский. В первый день глава нашего региона принял участие в работе пленарного заседания. Ряд стратегических целей и задач поставил премьер-министр Дмитрий Медведев. У России есть все слагаемые для того, чтобы стать одной из ведущих технологических стран мира. У нас есть интеллектуальный потенциал, у нас есть ресурсы. Но и главное, что есть, и скажем прямо, что мы могли сделать за последнее время, что мы смогли в известной степени возродить, это психология страны-лидера. Лидера, который не раз доказывал, что может делать лучшие в мире продукты. Сегодня ситуация такова, что нередко российские стартапы просто утекают за границу, потому что там сформирована максимально комфортная среда для тех, кто способен реализовать революционные технологии, продукты. Государственные фонды и частные структуры вкладывают в такие проекты весьма серьезные средства, даже если изобретатель живет в другом государстве. Столь же эффективную экосистему нам необходимо создать и в нашей стране. Наша задача, чтобы цифровые технологии охватывали все сферы, от торговли и логистики до государственных услуг, от промышленности и образования до жилищно-коммунального сектора и здравоохранения. И поэтому в этом разделе комплексного плана речь пойдет о создании необходимой правовой и физической инфраструктуры для перехода к цифровой экономике, а также конкретных действий в каждой из вышеперечисленных областей. Новый план правительства должен содержать дополнительные меры по трансформации структуры экономики, росту несырьевого экспорта, реализации новых инвестиционных проектов, а также опережающему развитию малых и средних предприятий. По словам Дмитрия Медведева, правительство до 2025 года должно обеспечить стабильность макроэкономической динамики и налоговой системы. Премьер-министр предложил увеличить на 50 миллиардов рублей программу льготного кредитования малого бизнеса под 6,5%. С 2018 года у регионов появляется возможность оставлять у себя часть прироста налога на прибыль. Может быть нам стоит подумать и над тем, чтобы такой подход распространить и на другие налоги и сборы. Но это нужно проанализировать. Часть средств оставлять в местных бюджетах. Логика здесь очень простая. Больше предприятий успешно работают в регионе. Стало быть больше возможностей для строительства нового жилья, дорог, школ, больниц и других социальных объектов. Все ключевые направления нашей работы определены основами государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, которые были разработаны правительством и утверждены президентом. Они будут детализированы в плане мероприятий, по их реализации и стратегии пространственного развития нашей страны. Следующий шаг. Распространить эти подходы и на взаимоотношения региональных властей и муниципалитетов, чтобы усилить мотивацию местных властей активно работать с инвесторами, повысить их ответственность за результаты. И, конечно, нам нужно сделать гибкость и адаптацию к новым условиям базовыми принципами работы государственного аппарата. Критериями оценки должно стать и количество созданных компаний, современных компаний, рост экспорта несырьевых товаров и повышение доходов людей. В финале своей речи Дмитрий Медведев призвал всех представителей власти и товаропроизводителей сражаться за каждый процент роста и процитировал Уинстона Черчилля. Меня часто спрашивают, за что мы сражаемся. Могу ответить. Перестанем сражаться? Тогда узнаете. Так вот, чтобы ни мы, ни наши дети, ни наши внуки не узнали, что такое отставшая от всего мира страна, мы должны сражаться каждый день за каждый процент роста, за каждый регион, за каждый населенный пункт, за каждую компанию, за каждую идею. То есть сражаться за будущее России. Правительство страны готовит новые предложения по уровню софинансирования расходных обязательств регионов из федерального бюджета. С 2018 года заявил Медведев во время беседы с губернаторами во второй день форума. Во встрече с премьер-министром участвовал и Вадим Потомский. О развитии перспективных проектов, работе с инвесторами, улучшении бизнес-климата глава Орловщины рассказал в интервью в российской газете. Первый вопрос касается 2017 года, который объявлен годом рекламы. С этого года начали действовать новые требования к утилизации отходов. И, в принципе, достаточно много регионов оказалось к этому не готово, несмотря на то, что это достаточно прибыльный бизнес и перспективный. Как обстоят дела с этой темой? Мы одни, как вы говорите, многие были не готовы. Мы один из регионов, не обижаясь своих коллег-губернаторов, мы один из регионов, который целиком и полностью был готов к реализации новой схемы, территориальной схемы обращения с отходами, с выявлением регионального оператора. Мы к этому были готовы, у нас даже электронная модель готова. Если в ближайшее время федеральный центр разработает нормативно-паровую документацию по формированию тарифной политики в области обращения с отходами производства и потребления, мы готовы будем при получении правил формирования тарифов ее уже внедрять в жизнь и абсолютно точно с этим справимся. Вопрос касается инвесторов. Бывает ли такое в вашем регионе, что инвесторы отказываются от вложений в производство, от инвестиций в связи с недостатком земельных участков, отсутствием каких-то оборудованных площадок для развития производства и так далее? Есть ли такие проблемы? Есть такие проблемы. Проблема в одном, что приходят инвесторы, которые готовы заниматься сельским хозяйством, они просят землю, но земли у нас нет. Земля есть только на вторичном рынке, если покупать ее у собственников, либо у крупных арендаторов, потому что у нас собственность из земли, для того, чтобы предложить для какой-то крупной компании, а я прося, там от 5000 гектаров, ее просто физически нет, у нас каждый гектар сегодня задействован в работе, и даже те территории, которые были под бывшими яблочными садами, там около 5000 гектаров, сегодня мы тоже занимаемся, там раскорчевкой этих территорий и будем вводить их в сельхозоборот. Но там большие инвестиции, потому что раскорчевка одного гектара, это одного только гектара, это порядка от 300 до 600 тысяч рублей. В 2016 году Орловская область заняла 13-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата. Показатели были улучшены по сравнению с более ранним годом на 14 пунктов. Каким образом удалось достичь, в принципе, такого достаточно серьезного роста? Прежде всего, это улучшение инвест-подхода, понимаете? То есть мы снизили максимально все барьеры для инвесторов, именно административные барьеры, поэтому они понимают, что у нас нет никаких проволочек, нет никаких тормозов, нет никакой излишней бюрократизации процессов, поэтому к нам инвесторы пошли. Я думаю, это был основной принцип. В этом году лучше вы что-то придумать, понимаете? Я уже просто не знаю, потому что мы останемся только доплачивать, если они к нам будут приходить. Вот объективно это так, потому что по инвесклимату, по условиям, в принципе, мы наиболее привлекательны сегодня в ЦИФО. В прошлом году Орловская область показала достаточно неплохие показатели, связанные с отраслями и секторами сельского хозяйства. Уже в отовозке достаточно высокие показатели достигнуты. по урожаям зерновых и так далее. Это значит, что ваш регион делает ставку на аграрный сектор, именно как определяющий промышленный политикой регион? Сегодня мы больше аграрный, чем промышленный регион. Это объективно так, потому что 20-летняя, 25-летняя история в закрытии предприятий отразилась, в том числе и на Орловской области. Дело в том, что, понимаете, у нас настолько качественная земля, мы хоть и называемся черноземьем, но у нас объективно есть абсолютные черноземные территории, поэтому сельское хозяйство у нас правильно им занимались. Еще 20 лет назад, строив закладывал определенные правила, бывший губернатор Орловской области Егор Семенович, вот мы ему 80-летие буквально на днях отмечали, значит, настолько правильно все было закладывалось, и сегодня дает плоды. Понимаете, у нас 3 миллиона тонн, я не переживаю даже ни за какое климатическое условие. Если пассивные будут работать в том же объеме, 3 миллиона тонн мы всегда получим. При правильном удобрении, при правильном подходе, при правильной селекции и так далее, я думаю, 4 миллиона тонн для нас не за горами. На днях правительство Орловской области подписало, в принципе, самый крупный инвестиционный контракт в истории региона с копанием рыбок из Словении. По вашим оценкам, что это даст региону в обозримые времена? Около 4,5 тысяч рабочих мест, это прежде всего. 4 крупных предприятия, кожевиный завод, завод по глубокой переработке зерна, значит, обувная фабрика, то, что крайне необходимо Российской Федерации. У нас нет крупных проектов по обуви, у нас в основном вся обувь закупается в Российской Федерации. Мы на своей семье, я не ошибаюсь, я навряд ли ошибаюсь, мы только 5% обуви производим внутри Российской Федерации. Все остальное в Китае, Беларуси, ну и все остальные, кому мы рынок этот отдали. Поэтому рынок этот неконкурентный, им можно заниматься. Потом крупнейший мясокомбинат тоже планируется в рамках этого соглашения по четырем контрактам. И в завершении темы о том, что уже сделано, обнародованы итоги исследований Агентства стратегических инициатив за 2016 год. Орловская область занимает 13 место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России. Данные опубликованы на портале правительства региона. Орловская область входит в двадцатку самых привлекательных для инвесторов российских регионов. По сравнению с 2015 годом наш регион поднялся в рейтинге на 14 позиций. Верхние строчки в национальном инвестиционном рейтинге занимают Республика Татарстан, Белгородская, Калужская, Тульская, Тюменская области. Замыкает двадцатку Республика Башкортостан. Рейтинг состоит из 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих 4 направления. Регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы. Поддержка малого предпринимательства, показатели вне рейтинга. Далее обзор событий нашей рубрики интервью. На вопросы ответит Анатолий Горощенко. Начальник управления Государственной жилищной инспекцией Орловской области. Губернатор Орловщины Вадим Потомский три года во главе региона. Напомним, 26 февраля 2014 года он был назначен в Орловскую область указом президента. Мы спросили орловчан, как они оценивают этот период. Дороги сделали. Радует это. Внешне город изменился. В частности, это установка спорного на данный момент памятника Ивану Грозному. Также был отремонтирован город к юбилею. Поступления, которые я его слышу, мне кажется, они сформулированы четко. Особенно импонирует то, что он сам бывший спортсмен. И акцент делает на оживление спортивной работы, что ему удается. Я сам весьма активно спортом занимаюсь. И поэтому особенно с этой стороны его приветствую. Как-то город преобразился. Особенно вот к юбилею много сделали. Ну, старается, в общем, старается. И чтобы он всегда работал так честно и откровенно. А как можете оценить период его губернаторства? Оценить? Ну, пятерочка. Но чуть-чуть с минусом. Я желаю, чтобы этот срок продлился еще многократно. То есть приумножился не три года, а более, может быть, десятилетий. И, я не знаю, и побольше терпения. Но все остальное приложится, наверное. Долгих лет жизни, творческих удач. Ну, и относительно он еще молодой. Творческой энергии, упорства в достижении своей цели. И осуществлении всех планов. Желаю ему, чтобы он трудился, как раньше. И продолжал в том же духе. И старался для Орловской области. Думать только о хорошем, творческих успехах. Успехов в жизни, ну и в работе тоже. Кстати, ни одного негативного отзыва мы не встретили. Правительственный час введен в Орле. Решение было принято на февральской сессии облсовета. В четверг, 2 марта, губернатор Вадим Потомский провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы от партии ЛДПР Александром Старовойтовым. Парламентарий сказал, что он намерен посещать Орел каждый месяц. По решению партии за ним закреплена Орловская область. Работу я помимо законодательной деятельности, естественно, вижу, это встречи с населением, которые будут проводиться как в штаб-квартирах, так и по выездам в различные муниципальные образования Орловской области. Как показывает уже практика работы в Государственной Думе, огромное количество населения чаще всего приходят с недовольством на деятельность органов местного самоуправления. С этим мы сталкиваемся практически во всех субъектах. Я думаю, что мое взаимодействие с населением здесь будет также для вас хорошей помощью, для того, чтобы вы понимали, кто из руководителей органов местного самоуправления не очень положительно справляется со своей работой. С лидером партии Владимиром Вольфовичем в очень нормальных рабочих отношениях, обо всем с ним договариваемся всегда, друг друга поддерживаем, причем надо дать должное при каждом удобном случае, если он кого-то и хвалит из губернатора, обязательно Алексея Островского он, но и как минимум вторым-третьим у него, так сказать, поддерживают и меня. Это я знаю, конечно. Да, поэтому все эти договоренности, которые у нас с ним существуют, они выполняются, у вас очень хорошая рабочая фракция в областном союзе, молодые ребята. В нашей студии начальник управления Государственной жилищной инспекцией по Орловской области Анатолий Гораченко. Здравствуйте, Анатолий Анатольевич. Добрый день. В январе этого года вы возглавили Орловское управление. Какие задачи перед собой ставите вы лично и руководство области? При назначении на должность у меня стоялась беседа с губернатором Орловской области. В ходе этой беседы перед управлением жилищной инспекцией были поставлены задачи. Первое – это организовать работу управляющих компаний на должном уровне с тем, чтобы жители Орловской области получали достойную услугу жилищно-коммунальную в соответствии с теми требованиями, которые установлены в законодательстве Российской Федерации. Эти требования устанавливают довольно-таки высокую планку для управляющих компаний. И первое знакомство с состоянием дел в этой области показало, что, в общем, есть определенные резервы, есть к чему стремиться и, в общем, есть потенциал как у жилищной инспекции, так и к управляющей компании. То есть есть над чем работать в таком ключе. – Какое время Вы себе отводите для того, чтобы Орловщины не увидели результаты Вашей работы и управления жилищной инспекцией под Вашим началом? – Вот анализ той работы управления жилищной инспекцией Орловской области, которая уже была проведена, и вот те тенденции, которые наметились в работе и жилищной инспекции, и управляющей компании показывают, что постепенно работа, в общем, нормализуется, и при таком плановом и поступательном движении, я думаю, что мы сможем добиться вот тех результатов, на которые мы рассчитываем, и руководство области возлагает надежды найти. – Анатолий Анатольевич, о себе расскажите, пожалуйста, чем занимались до переезда в Орел, как строилась Ваша карьера? – Ну, в 2012 году я закончил военную службу, до этого проходил военную службу в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. – В 2012 году сложилась ситуация, при которой я принял решение реализовать себя уже на гражданской службе, тем более было очень интересное предложение в связи с теми изменениями, которые происходили в Министерстве обороны. – Мне поступило предложение пойти работать в одну из структур оборонсервиса, это ОАО «Славянка», такая печально известная. В 2012 году прошли мероприятия, в этой структуре были вскрыты множественные нарушения в деятельности этой организации, поменялось руководство, и вот с новой командой, с новым руководством мы пришли в «Славянку» для того, чтобы… – Навести там порядок, наконец-то. – Навести порядок, да, и настроить работу таким образом, чтобы Министерство обороны получало и военнослужащие, и члены их семьи получали тоже достойную услугу, качественную в сфере ЖКХ. – «Славянка» – это тогда была самая крупная управляющая компания в стране, которая оказывала услуги ЖКХ для всего Министерства обороны по всей стране. Ну, работа привлекла своей масштабностью, теми задачами, которые были поставлены. Было интересно, ну и, в общем, считаю, что мы достойно тогда отработали. – И орловщане теперь могут быть уверены, что сфера ЖКХ для вас не нова? – Сфера ЖКХ не нова, учитывая, что есть большой опыт работы в самой крупной управляющей компании. Ну, тогда мы были на той стороне баррикад, теперь на другой стороне. Теперь мы занимаемся контролем деятельности управляющей компании. Но, зная те стандарты, по которым они должны работать, мы, соответственно, предъявляем те требования, которые в законодательстве заложены к деятельности управляющей компании и по оказанию услуг жителям. – Анатолий Анатольевич, насколько жилой инспекция востребована у орловчан? – Вообще сфера ЖКХ – это своеобразная такая лакмусовая бумажка, которая показывает состояние и уровень жизни в регионе для жителей. То есть управляющие компании в целом создают впечатление у и приезжающих, у жителей города о том, насколько эффективно работают власти для того, чтобы жители жили в комфортных условиях. По работе и муниципалитетов, и управляющих компаний жители в первую очередь судят об эффективности работы и всего руководства области. Это так же, как для обывателя, который сталкивается на улице с уличной преступностью, состояние преступности в городе характеризуется в первую очередь настолько, насколько он безопасно себя чувствует, ощущает, выходя на улицу, идя на работу или возвращаясь с работы, насколько свободно дети могут гулять и так далее. То есть это то, с чем сталкиваются жители в повседневной, в повседневной длительности, в повседневной жизни и так далее. И сфера ЖКХ – это такая же острая тема и общая проблема, которую жители видят постоянно и с которой сталкиваются всегда. Если бы Вы составляли своеобразный рейтинг жалоб, что было бы на первом месте? Ну и на втором, на третьем? В Орловской области достаточно уже пожилой жилой фонд. Проблема, в общем-то, состоит в том, насколько изношен этот жилой фонд. Много старых исторических построек, несмотря на то, что идет активно и жилищное строительство новое, да, и жители получают квартиры в новостройках, в микрорайонах, которые там уже обустроены. И вся инфраструктура присутствует в этих микрорайонах. Но есть очень много домов, которые требуют и капитального ремонта. Сейчас очень активно реализуется программа капитального ремонта в области. И область в первых рядах по стране в рейтинге как раз по этому показывали. То есть по собираемости взносов на капитальный ремонт. Жители понимают важность этой работы. А качество капремонта их беспокоит? Есть жалобы на этот счет? Ну, Управление жилищной инспекции в том числе осуществляет контроль за деятельностью фонда капитального ремонта. Мы в том числе рассматриваем жалобы на проведенные капитальные ремонты. Участвуем в составлении программы капитального ремонта. Мы контролируем наполнеемость. В том числе мы контролируем и проводим проверки решений собраний собственников жилья. Когда они избирают, как будет формировать фонд капитального ремонта. Либо на спецсчетах, либо у оператора. Проводим проверки. Но поскольку программа начала реализовываться относительно недавно, у нас не так много обращений по качеству. Но тем не менее есть проблемы. Есть проблемы, связанные с тем, что некоторые жители провели ремонт уже у себя в квартирах. И когда возникает необходимость замены, допустим, тех же стояков, систем отопления, канализации, электропроводки и так далее. Недавно случай был, когда житель второго этажа отказывался допускать ремонтника к себе в квартиру. И страдают из-за его безответственности жители первых, третьих, четвертых, пятых этажей. Поскольку заменить все коммуникации, не войдя в эту квартиру, невозможно. Вот такие жалобы к нам поступают. На качество капитального ремонта, проведенного уже в рамках реализации этой программы, через фонд капитального ремонта, у нас немного. Зима, которая наконец-то закончилась, выдалась снежной. Жаловались ли вам орловчане на качество уборки территории? Больше за это случаем хочу, конечно, извиниться перед всеми жителями Орловской области за то, что мы с 1 января не могли оперативно реагировать на те обращения и жалобы, которые поступали, многочисленные обращения и жалобы, которые поступали в жилищную спексу, в связи с тем, что с 1 января вступили изменения в 294-й федеральный закон, это о защите юридических лиц, который запретил нам проводить выездные внеплановые проверки по обращениям, которые поступили к нам посредством электронной почты. Жильцы обращались и на сайт администрации, и на сайт губернатора, и в прокуратуру, и так далее. Но этот закон напрямую запретил нам проводить проверки по вот таким обращениям, за исключением тех обращений, которые поступили к нам посредством систем, позволяющих идентифицировать обратившегося, это сайт госуслуги и реформа ЖКХ. Но были же и другие формы обращения, орловщане наверняка приходили и лично жаловались. Вы знаете, жалобы как реагировали? По всем обращениям, которые к нам поступали в соответствии с требованиями 294-го федерального закона, мы проводили проверки выездные, выдавали многочисленные предписания праведущей компанией. Наказали кого-то рублем? Безусловно, у нас проведено более 150 проверок за отчетный период, это за 2 месяца. Выдано порядка 150 предписаний на устранение нарушений лицензионных требований управляющей компании. И рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности по 80 обращениям. Мы пересмотрели кардинально административную практику, которая существовала в управлении жилищной инспекцией. Учли те рекомендации, которые мы получали от судей, которые осматривают наши протоколы об административных правонарушениях. И сейчас организовали работу по документированию нарушений управляющими компаниями своих лицензионных требований во времени и значимости этих нарушений. То есть у нас есть ряд компаний, которые систематически игнорируют обращения жильцов. Люди приходят в инспекцию, рассказывают о том, что в течение 3-4 месяцев обращаются в управляющую компанию. Жалобы на протекающие крыши, на неубираемые территории, на другие нарушения. Но управляющие компании их игнорируют, не объясняя это какими-либо объективными обстоятельствами. Мы проводим проверку, собираем все обращения. И вот сейчас с этим комплектом документов принимаем решение о привлечении к административной ответственности. Эти управляющие компании выходим в судебные инстанции. И суды, учитывая как раз полноту и качество собранной нами доказательной базы, стали принимать решения. Но уже прецеденты были? Да, безусловно. Безусловно, ситуация кардинально меняться начинает. Те обращения, которые были рассмотрены в судебных инстанциях, они были положительными для управления жилищной инспекции. Но наказание какое? Ну, допустим, за неисполнение предписаний. Вообще предписание. 200 тысяч рублей. За неисполнение, невыполнение лицензионных требований такая же санкция. 150-200 тысяч рублей для управляющей организации. Я считаю, что это такой весовый аргумент для того, чтобы управляющие компании организовали свою работу в правильном направлении. Но, к сожалению, есть у нас управляющие компании, которые предпочитают тратить деньги жителей не на улучшение качества их жизни, а на введение с нами судебной баталии. То есть каждое наше предписание пытается оспорить в судах, пытается наложить отсрочку на исполнение предписания, оспаривает наши протоколы. Но, учитывая, говорю, то, что мы серьезно пересмотрели нашу административную практику, пересмотрели подход к сбору доказательной базы и предоставлению ее на рассмотрение в суды, у нас эта ситуация сейчас начинает выравниваться. То есть я с удовлетворением отмечаю то, что суды принимают наше доказательство и оставляют жалобы управляющей компании на действия сотрудника управления жилищной инспекцией без удовлетворения. Ну и в завершении нашей беседы я предлагаю еще раз напомнить, как правильно писать заявление в жилинспекцию, как попасть на прием к вам, к вашим сотрудникам, где, собственно, вы находитесь. Еще раз расскажите. Мы открыты для контактов, для общения с жильцами. По пятницам я или мои заместители проводят личный прием граждан с 9 до 13. Но практика показывает, что если жители приехали из отдаленных районов или просто приходят пенсионеры с жалобами на действия управляющих организаций, то мы с ними встречаемся и принимаем от них заявления, обращения при непосредственном обращении в жилищную инспекцию. Поступают к нам письменные обращения. В этом случае мы, опять же, в соответствии с этим 294-м федеральным законом, предпринимаем необходимые меры, направленные на установление обратившегося лица. Созваниваемся по телефону, устанавливаем, действительно ли обращался этот человек к нам в жилищную инспекцию. И уже на основании этого мы организовываем внеплановую проверку. Еще один способ обращения в жилищную инспекцию – это обращение через систему, позволяющую идентифицировать обратившегося. Это через сайт ЖКХ госуслуги. Ну какое обращение действенное? Что вы посоветуете? Противлично на прием все-таки поставить заявление? У нас все обращения не остаются без рассмотрения. У нас есть установленные законом сроки на реагирование, на рассмотрение этих обращений. Те обращения, которые содержат просьбу разъяснить или дать какие-то пояснения, мы рассматриваем в кратчайшие сроки. Те обращения, которые требуют проведения выездной проверки внеплановой, они у нас рассматриваются в течение месяца. Поскольку там существует определенная процедура для того, чтобы подготовить документы, которые обосновывают законность наших действий, чтобы у нас не было претензий со стороны надзирающих органов этой прокуратуры, далее нам надо созвониться с инициатором, созвониться и уведомить управляющую организацию о том, что планируется выездная проверка внеплановая, выехать на место, зафиксировать все нарушения, собрать дополнительные доказательства, провести опрос жителей, получить какие-то документы, допустим, из тех же единых служб, диспетчерских фактов обращения жителей. То есть на это у нас уходит около месяца. По истечении этого срока мы либо продлеваем просмотрение, ну это по объективным обстоятельствам, если нам необходимо запросить дополнительные сведения по уборке снега, допустим, мы запрашивали тот же гидрометцентр, для того, чтобы в суде мы могли доказать, что осадки уже не выпадали более двух недель, а снег на территории как не убирался, так и не убирается. И управляющие компании никак не могут в этом случае оспорить свое бездействие. Вот такие заявления, они могут продлеваться по срокам рассмотрения, поскольку там необходимо получить какие-то документы дополнительные. Но во всех случаях мы предупреждаем, уведомляем обратившихся о том, что срок рассмотрения обращения по объективным обстоятельствам продлевается. По нашим проверкам все обратившиеся могут ознакомиться с материалами проверки, получить копии тех документов для того, чтобы в дальнейшем отстаивать свои права в судах, ну это в случае залития тех же квартир, когда управляющая компания в досудебном порядке отказывается, допустим, возместить жителям стоимость ремонта через суд. Жители, имея на руках наши документы, которые подтверждают факт несоблюдения и выполнения управляющих компаний своих лицензионных требований, могут обращаться в суд за защитой своих имущественных интересов. Спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Да, всего доброго. Спасибо. Это была программа «Первое правительство». Все наши выпуски можно посмотреть на сайте obladin.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова